Михаил Зощенко. В далекие 20-е годы Зощенко появился на литературной арене со своими рассказами Синебрюхова. Все было оригинально и необычно в творчестве молодого писателя-юмориста, сюжеты, герои и в особенности язык свой, сочный, блещущий яркими красками подлинно народного комизма. Константин Федин вспоминал, что когда Михаил Зощенко читал товарищам-литераторам свои ранние рассказы, их поражало сочетание иронии и правды чувств. Зощенко показывал людишек уходящего, обреченного мира ярко и точно. В рассказах Михаила Зощенко немалая мера таких явлений в быту и психологии людей, которые остались далеко в прошлом. Но тогда, в далекие 20-е годы, рассказы Зощенко были своего рода оружием против мещанства и обывательщины. Взбаламученное море жизни взбаламутило и стихии языка. Деревенская и городская речь перемешались. В обыденный разговорный язык вплетались новые слова и словечки, смысл которых зачастую был неятен и комически извращался теми, кто их произносил. Но чуткое ухо писателя-юмориста, как точный и тонкий локатор, уловило это языковое своеобразие эпохи, и оно свежей волной хлынуло в его рассказы. Одним из лучших исполнителей рассказов Михаила Зощенко был Владимир Хенкин. В нашей передаче прозвучит в исполнении народного артиста РСФСР Владимира Яковлевича Хенкина рассказ Зощенко «Монтер». Зашел спор, дескать, что важнее в сложном, огромном театральном механизме. Кто говорил актер, кто говорил режиссер, а кто театральный плотник. Не надо улыбаться. Не надо улыбаться, факты покажут. Факты сами за себя всегда говорят. Произошла эта история, о которой я сейчас вам хочу рассказать, в Саратове. Нет, стой, забыл. Ну, в самом деле, недалеко от Туркестана, я сейчас не помню, города, небольшой периферийный город, и там в театре игралась опера. Ну, и кроме оперы и такой выдающей игры артистов, в этом театре был электромонтер Мякишев, Иван Кузьмич. Так когда, значит, дирекция этого театра снимала на фотографическую группу всех работников, так этого Мякишева, значит, монтера, святителя, пихнули сбоку. Они так разужали, дескать, технический персонал, неважно. А тенора, бродягу, который пел в этом театре, его посадили противно смотреть у самую середку, в центру, на стула, со спинкой. Мякишев был человек малокультурный, он на эту грубость ничего не сказал, но в душе затаил некоторое хамство. А тут такое подошло. Играется, например, Руслан Людмила музыкогенки, а без четверти минут восемь до этого монтера приперлись две девушки. И главное, что мы до сих пор так и не знаем, или они сами до него приперлись, или он их пригласил. Во всяком случае, приходит, отчаянно флиртует и просит посадить середку оперы посмотреть. А он перед ними таким козырем, пожалуйста, медам, где он такое слово выкопал, я, говорит, вам сейчас в два счета два билетика сварганю. И отправляется прямо до администратора. Сергей Николаевич, вот до меня две сестренки приехали с глубокой периферии, хотят, значит, приобщиться к культуре, просится посмотреть оперу, дайте пропуск. Не могу, не могу, не могу. У меня сегодня вроде как суббота, во вторник у него вроде субботы выходят. Каждый стул на учете, возможно, говорит, аншлаг выкинем на улицу. Ну, а мягче человек простой, говорит, ах так, пожалуйста, тогда я играть отказываюсь. Ну, говорит, не играть, так освещать ваше производство, отправляется на себя в будку, запирается и выключает свет по всему театру, получается, форменная обструкция. Почему? Потому что во всем театре темно. Поднялась паника, бегут, бьются головами, прямо катастрофа. Вдруг бежит и тенор, который снимался в селедке, и заявляет, я в темноте, петь тенором отказывается. Пущай монтер поет, мне голос дороже. А монтер говорит, пожалуйста, пущай не поет, подумайте добро, какое нашлось, ежели он тенор, так ему свети, нынче брат теноров нету, а ежели он действительно тенор пущает на рукой поет, а другой свет зажигает. Ох, они схлестнулись с тенором. Вдруг бежит этот вроде как суббота, на все натыкается, администратор падает, где эти чертовые девицы, через их гибель театру выходит, когда выходит монтер с чемодель, говорит, нет, гибель не через их и не через вашего тенора, а гибель, если хотите знать, через меня, на мне вашей энергией, говорит, прицепить это слово. Никогда не могу сразу сказать, с разбегу говорю, как-то чудно сказал. Финцинарно, говорит, не жалко, нате, горите, зажигает свет, публика входит пять, кассир продает последние билеты, дирижер взмахивает палкой и опера идет. Ну, так кто, кто важней в этом сложном, огромном театральном механизме? Актер, режиссер, а может быть, и театральный плотник. Думать надо, не улыбаться, думать. Субтитры создавал DimaTorzok